ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ Владимир и Ярополк В начале XII века преподобный Нестор Летописец составил Повесть Временных Лет. В 975 году сын Свенельда, воевода Ярополка, охотился на зверя в лесу и был убит Олегом. И увидел его Олег и спросил своих, кто это. И ответили ему, свинельнич. И напав, убил его Олег, так как и сам охотился там же. И поднялась от того ненависть между Ярополком и Олегом. И постоянно подговаривал Свенельд Ярополка, стремясь отомстить за сына своего. «Пойди на своего брата и захвати волость его». В год 977-й пошел Ярополк на брата своего Олега в деревскую землю. И вышел против него Олег. И исполчились обе стороны. И в начавшейся битве победил Ярополк Олега. Олег же со своими воинами побежал в город, называемый Авруч. А через ров к городским воротам был перекинут мост. И люди, тесняясь на нем, сталкивали друг друга вниз. И столкнули Олега с моста в ров. Ярополк, войдя в город Олегов, захватил власть и послал искать своего брата. И искали его, но не нашли. И сказал один древлянин, видел я, как вчера спихнули его с моста. И послал Ярополк найти брата. И вытаскивали трупы изорва с утра и до полдня. И нашли Олега под трупами. Вынесли его и положили на ковре. И пришел Ярополк, плакал над ним. И сказал Свинельду, смотри, этого ты и хотел. И похоронили Олега в поле у города Авруча. И есть могила его у Авруча и до сего времени. Владимир, узнав об этом убийстве, испугался и бежал из Новгорода. Так Ярополк один стал владеть русской землей. В год 980-й Владимир вернулся в Новгород с варягами и сказал посадникам Ярополка, идите к брату моему и скажите ему, Владимир идет на тебя, готовься с ним биться. И сел в Новгороде. И послал Краг Володу в Полоцк сказать, хочу дочь твою взять себе в жены. Тот же спросил у дочери своей, хочешь ли за Владимира. Она ответила, не хочу разуть сына рабыни, но хочу за Ярополка. Этот Рогволот пришел из-за моря и держал власть свою в Полоцке. И пришли отроки Владимира и поведали ему всю речь Рогнеды, дочери полоцкого князя Рогволода. Владимир же собрал много воинов, варягов, славян, чуди и кривичей и пошел на Рогволода. А в это время собирались уже везти Рогнеду за Ярополка. И напал Владимир на Полоцк. И убил Рогволода и двух его сыновей, а дочь его взял в жены. И пошел на Ярополка. Подкупил его воеводу по имени Блуд, и тот предал своего князя. Владимир же послал к Блуду воеводе Ярополка, с хитростью говоря, будь мне другом. Если убью брата моего, то буду почитать тебя как отца, и честь большую получишь от меня. Не я ведь начал убивать братьев, но он. Я же, убоявшись этого, выступил против него. Не смог Блуд никак погубить его. И придумал хитрость, подговаривая Ярополка не выходить из города на битву. Сказал Блуд Ярополку. Киевляне посылают к Владимиру, говоря ему, приступай к городу, предадим тебе тебе Ярополка. Беги же из города. И послушался его Ярополк. Выбежал из Киева и затворился в городе Родне, в устье реки Россия. А Владимир вошел в Киев и осадил Ярополка в Родне. И сказал Блуд Ярополку, видишь, сколько воинов у брата твоего, нам их не победить. Заключай мир с братом своим. Так говорил он, обманывая его. И сказал Ярополк, пусть так. И послал Блуд к Владимиру со словами, приведу к тебе Ярополка, будь готов убить его. Владимир вошел в отчий двор теремной и сел там с воинами и с дружиною своей. И сказал Блуд Ярополку, пойди к брату своему и скажи ему, что ты мне не дашь, что я и приму. Ярополк пошел, А варяжка сказал ему, не ходи, князь, убьют тебя, беги к печенегам и приведешь воинов. И пришел Ярополк ко Владимиру. Когда же входил в двери, два варяга подняли его мечами под пазухи. Блуд же затворил двери и не дал войти за ним своим. И так убит был Ярополк. После смерти Ярополка все русские земли отошли к князю Владимиру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok